Привет, друзья! Сегодня понедельник, 17 июля. Вы на androidinsider.ru И это 121 новости из мира зеленого робота на нашем канале. Итак, сегодня выпуски. Компания Xiaomi вместе со стартапом HelloAero представила внутриканальные наушники ARK. Уникальной особенностью новинки, на которой делается акцент сам производитель, является индивидуальная форма вкладыша, изготавливаемая для каждого покупателя в отдельности. Стоимость такого удовольствия составляет всего 43 доллара США по актуальному курсу. Корпус Xiaomi HelloAero ARK целиком выполнен из авиационного алюминия, который проходит тщательную полировку в пескоструйной машине. Внутри каждого наушника высококачественный динамик с мембраной из кевларового волокна. Тот же материал составляет основу кабеля, длины которого, к слову, будет более чем достаточно, чтобы не сковывать ваших движений. Технические характеристики наушников, с учетом их стоимости, однозначно заслуживают того, чтобы называться по-настоящему ультимативным решением для самого широкого круга потребителей. Импеданс Xiaomi HelloAero ARK составляет 25 Ом. Диапазон рабочих частот от 20 Гц до 20 кГц при максимальной выходной мощности 3 мВт, а чувствительность 106,5 дБ. Если вам уже не терпится заполучить аксессуар, не торопитесь. Принимать заказы начнут 22 августа. При этом производитель настаивает на том, чтобы вы сфотографировали собственное ухо и приложили к сниму к заказу. На его основе будет изготовлен силиконовый вкладыш, повторяющий строение вашей ушной раковины. Сроки исполнения заказа пока не называются. Компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows Phone. Теперь все внимание редмондцев будет сфокусировано на развитии универсальной OS Windows 10 Mobile, которая продолжит получать обновления на протяжении последующих нескольких лет. Согласно данным, поступившим от руководства Microsoft, в ближайшие планы компании входит выпуск нового смартфона под управлением актуальной версии OS. Будет ли это так называемым сервис-фон, слухи о котором ходят на протяжении последних нескольких месяцев, наверняка неизвестно. Как бы там ни было, на самом деле Microsoft просто обязана предпринять хоть какие-то действия, чтобы удержаться на рынке смартфонов еще на некоторое время. На данный момент доля активных устройств под управлением Windows Mobile едва дотягивает до 0,3% и постоянно снижается. Ранее в этом году стало известно, что рынок мобильных платформ лишился еще одного некогда сильного игрока. После череды неудачных экспериментов и попыток вновь найти себя, компания BlackBerry была вынуждена не только свернуть в проект BlackBerry OS, но и вовсе закрыть мобильное подразделение. Статистика за май показала, что самым производительным смартфоном на рынке стал HTC U11. В начале июля данные выглядят иначе, и первая строчка досталась другому китайскому производителю. В этот раз на первом месте расположился OnePlus 5. Компанию все же обвинили в жульничестве. В накручивании баллов и в синтетических тестах путем поднятия частот процессора. Мы не знаем наверняка жульничать ли OnePlus 5 при прохождении синтетических тестов, но ему удалось набрать рекордные для рынка смартфонов цифры 181879 баллов. На втором месте, к большому удивлению, расположился смартфон на UBZ17 от ZTE. HTC U11 за месяц опустился на две позиции вниз, с первого места на третье. При этом интересно, что все три аппарата из списка оснащены процессором Snapdragon 835. Galaxy S8 Plus расположился лишь на четвертом месте, пятая строчка досталась Xiaomi Mi 6, а самый мощный iPhone 7 Plus сместился на шестую строчку списка с результатом в 170 177 баллов. Настал тот переломный момент, когда Android-аппараты начали понемногу вытеснять продукцию Apple из списка самых производительных смартфонов на рынке. Посмотрим, что предложит Apple пользователям осенью. Сможет ли компания сместить OnePlus 5, ведь девайс еще несколько месяцев будет находиться на первой строчке, так как крупных анонсов на ближайшее время не намечается. Одной из наиболее заметных линеек известного китайского вендора Xiaomi является Mi Note, которая и пополнилась новой моделью. Xiaomi представила новую версию своего фаблета Mi Note 2. Новый смартфон, впрочем, очень похожий уже на существующий, называется Mi Note 2 Special Edition. Его отличием стало сочетание впечатляющих 6 ГБ оперативной памяти с 64 ГБ встроенным накопителем. Таким образом, речь идет о дополнительной версии текущей модели линейки, а не об анонсе Xiaomi Mi Note 3, который предположительно могут оснастить 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 128 или даже 256 ГБ. Чипсетом Mi Note 3, вероятно, станет Qualcomm Snapdragon 835. В настоящее время компания Xiaomi продает в Китае Mi Note 2 в следующих конфигурациях 4 ГБ оперативной памяти в сочетании с 64 ГБ встроенным накопителем и фаблет, в котором предусмотрен 128 ГБ встроенный накопитель из 6 ГБ оперативной запоминающей устройства. Тем временем на мировом рынке компании предполагается только 6 ГБ версия, рассматриваемая в фаблете. Весьма интересна батарея смартфона емкостью 4070 мАч. Столь емкий аккумулятор очень порадует тех пользователей, которые любят подолгу смотреть видео со своего смартфона. Батарея девайса заряжается быстро благодаря поддержке ее технологии Quick Charge 3.0. Дополнительно следует лишь отметить, что Xiaomi Mi Note 2 Special Edition будет доступен только в одном, хотя и наиболее популярном цвете – черном. Сообщается и цена новинки – 2899 юаней, что примерно эквивалентно 426 долларам США. Sony представила Xperia XZ Premium в феврале, а релиз состоялся в июне. Смартфон удивил 5,46-дюймовым дисплеем с разрешением 3840 на 2160 пикселей и получил Snapdragon 835, 4 ГБ оперативки и батарейку на 3230 мАч. Еще есть стекло Gorilla Glass 5 и защита по стандарту IP68. Прочность устройства проверил ЗАГС, создатель канала JerryRigEverything. Испытание прошло по стандартной схеме. Сначала автор видеоролика проверил дисплей, царапается на шестом уровне, поэтому ключи и монеты ему не навредят. Задняя панель закрыта стеклом и не боится ножа. У камеры и вспышки тоже можно не беспокоиться. Боковые рамки пластиковые, а качелька регулировки громкости, сканер отпечатков пальцев и кнопка камеры металлические. Экран продержался 10 секунд перед потемнением, но восстановил пиксели. Корпус не лопнул надвое и остался практически невредимым. ЗАГ назвал Xperia XZ Premium самым качественным смартфоном Sony. На этом я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. И не забывайте, каждый лайк приближает выход нового видео.